Если человек талантлив и любит петь, он приходит на Ордынку. Конкурс эстрадного вокала, посвященный памяти музыкального продюсера Сергея Бугаева и певицы, а также автора популярных песен Татьяны Снежиной. Кастинги 12 сезона закончились, и теперь участники готовятся ко второму туру. А у нас есть возможность узнать еще больше подробностей о прошедших съемках и познакомиться поближе с кураторами проекта. Я с высунутым языком, например, видел, где я делал так. Вот пришел, что-то попробовал, коленки трясли, сдрожали, а тут уже красавчик на сцене стоит. А у меня в этом кадре дебют в кураторстве. Блин, даже сожалела, что я пошла куратором, да? Мы кураторы, мы там все, мы совершенствуем. Заполодили всю планету. Ничего себе она дает! Вот это да! Первый тур – это акапельный кастинг. Строгая жюри в лице Натали Горинсон, Галины Романовой и Александра Назимко решает, кто из участников достоин второго тура. Получив заветную путевку, будущие звезды попадают в объятия куратора. Творческий человек, он всегда должен быть немножечко с придурью, немножечко сумасшедший. То самое, да. У него вот такие вот глаза и вот такая вот улыбка. Я понимаю, что это мой пациент, да. Мы с одинаковым диагнозом, и я думаю, что наши тараканчики между собой будут контактировать вполне себе успешно. Кураторы, они направляют, они помогают, они как путеводная такая звезда для участника. Я верю, что кураторы необходимы просто на ордынке. Кураторы – это определенный такой этап. Это следующая ступенька. Ты победил, ты показал, на что ты способен. И есть люди, которые хотят, возможно, ориентироваться на тебя же. Все эти чувства так надоели, и я на пределе, я на пределе. Хочу забыть и больше не верю. Зачем, зачем я полюбила вас? А раньше я ведь этого не знала. Теперь же я страдаю каждый час. У меня было важно выбрать близких по духу себе людей, тех, с кем я на самом деле смогу поработать в команде. Я кайфанула. Я пришла сказать то, что было у меня на душе, может быть, какое-то состояние. Вот в этих песнях я его выразила. И я очень рада, что у меня в руках этот листочек, что я теперь в команде. Я бы хотел быть для них старшим братом. С одной стороны, который защитит и поддержит, с другой стороны, который подскажет. В то же время я не буду делать все за них. И если они заслужат, я сам им дам леща. Женщины-все королевы. Женщины-это цветы. Женщины-звезды вселенной. И эталон красоты. И помогают мужчинам, мужчинам легче по жизни идти. Куратор – это незаменимый человек, который помогает на протяжении всего проекта. И врач, психотерапевт тоже. И нянька, и костюмер, и пинкодатель для пинкада. Есть некоторые, которых нужно открывать. Ты видишь, они талантливые, безумно талантливые люди. Но их нужно так подковырнуть, чтобы они… Эх, все, и понеслась. Праздник жизни нам и улыбок строй. Ты готов со мной эту песню пой? Здесь очень весело. Здесь очень такая творческая атмосфера. Здесь можно познакомиться с прекрасными творческими людьми. Это мой последний день на Титальнике. Даже талантливые люди, которые приходят на проект, они как вот чистый лист перед нами. И они тоже, они такие какие-то еще незащищенные. Потому что для них это стресс. В проекте это как семья. Действительно становится большая семья. Все идут к одной общей цели. И в конце уже, вот я тебе скажу, на финале, реально забывая, что ты соревнуешься. Просто все выходят кайфовать и петь. Но иногда, конечно, посещает зависть, потому что такая в положительном отношении, потому что иногда хочется тоже окунуться в это все, в эти софиты, стилисты, в это творчество, вот это какой-то фантастический бум. У меня был случай, когда мне говорили, типа, ты очень надоелся своей родынкой, очень много времени уделяешь этому, поэтому давай-ка завязывай. Теперь я знаю, как мне повезло, холодом назло, будто бы кто-то отодвинул заслон, и как же далеко меня унесло. Танцуют листья на ветру, я без тебя не тру, я без тебя умру. Когда выступала, сначала что-то думала, текст не тот поел, а потом нормально пошло. Обломилась доска. Так, стоп, уже третья тональность за две строчки. Мимо девушка шла и к нему подошла, что случилось с тобою, дружок. Эльмира Константиновна, стоп. Затягивает процесс создания. Создание чего-то нового, шикарного, гениального. Эльмира, ну как оно было? Волновалась? Волновалась. Страшно? Страшно, до сих пор трясет. Когда я сидела на кастингах и отбирала себе команду, я объективно смотрела людей, где видела, что я могу чем-то поделиться, что именно моих знаний им не хватает. Ответы те же на твои те же самые вопросы. Но ты так нежен, что я сказала бы да уже наверно. Мы пришли для того, чтобы пройти сначала во второй тур, потом финал, потом суперфинал. А потом еще и победить. Моя мечта, пожалуй, помочь всем ребятам, которые рядом со мной, пройти дальше. Потому что каждому абсолютно этот проект дает что-то. Комара-муха любила и да пьяну напоила. Пьян полетел комар в лесочек. Полетел комар в лесочек, сел комарик на дубочек. Сиди. Иди сюда, моя практика. Меня зовут Элис. Я тебя собираю к себе. Как твой настрой? Ты готова со мной поработать? Конечно, готова. И вот я с тобой точно готова. Когда ты сам за себя отвечаешь, то другое. А вот когда ты действительно отвечаешь за определенную группу людей и ведешь их к определенным результатам, это... Но меня этот процесс захватывает намного больше, нежели чем раскрывать себя. Надо быть вместе. Друг за друга. Один за всех и все за одного. Ничего на свете лучше нету, Чем враги друзьям по белоскетам. Песня про кураторов. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-лай-лай. Ла-ла-ла-лай. Е-е-е-е-е-е. Как известно, песню не задушишь, не убьешь. Это значит, что Ордынку остановить невозможно. Да, времени на подготовку ко второму туру нужно чуть больше. Используем его на все сто. Продолжаем знакомство с кураторами и участниками кастинга Ордынка 2020. Каждую неделю дневники 12 сезона. Человек, который попадает на Ордынку, который проходит все эти этапы поочередно, он пропитывается той атмосферой, которая есть. Это все транслируется на нас, потому что мы за это время тоже стали друзьями с ребятами и так далее. Вот есть люди, которые это все, проходя, перенимают на себя, становятся нашими друзьями и потом готовы внести это, скажем так, знамя Ордынки в люди, говорить, как здесь круто. Субтитры сделал DimaTorzok